В преддверии нового учебного года, 1 сентября, в школы региона отправится более 6 тысяч учеников. Вопросы обеспечения безопасности обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Секреты устойчивого сигнала в условиях Крайнего Севера. Готовность номер один продемонстрировал провайдер телефонной и интернет-связи Ростелеком. За учениями, которые прошли в Сыктывкаре, наблюдала наш корреспондент Валентина Чибичек. Легкая добыча о том, как бороться с телефонными и интернет-мошенниками, говорили сегодня в прокуратуре округа. С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. 1 сентября в Нинецком округе школьный порог впервые переступит 749 детей. Это на 69 детей больше, чем в прошлом учебном году. Всего в школах региона, по предварительной информации, будет учиться 6200 учеников. По словам руководителя Департамента образования, культуры и спорта Галины Медведевой, все учебные учреждения общего образования готовы к приему детей в новом учебном году. 33 школы, 31 детский сад, 3 организации среднего профессионального образования и 10 организаций дополнительного образования детей. Всего 77 учреждений готовились к приему детей в новом учебном году. Работу по подготовке окружных образовательных учреждений к началу 2016-2017 учебного года проводила специальная межведомственная комиссия. В ходе обследования зданий комиссия проверила документы учреждений и оценила работу по устранению замечаний надзорных органов. Работе комиссии в каждом образовательном учреждении предшествовал поддерживающий и косметический ремонт, решение вопросов по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарного законодательства в зданиях. На эти цели из окружного бюджета было выделено порядка 44 миллионов рублей, в том числе 17 миллионов на ремонт школ, 23 миллиона – ремонт детских садов и 3 миллиона на учреждения среднего профобразования. В преддверии Дня образования в округе обсудили состояние антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и дошкольного воспитания. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии, которая состоялась под председательством главы региона Игоря Кошина. Кроме того, речь шла о принимаемых мерах по недопущению экстремистских и террористических проявлений в период подготовки и проведения Дня знаний. Игорь Кошин поручил профильным ведомствам повысить меры безопасности в преддверии начала нового учебного года. 1 сентября будет усилена работа по охране общественного порядка в местах массового пребывания людей, а также по обеспечению безопасности на дорогах. С этой целью в День знания Управления МВД России по НАУ задействует 86 человек из личного состава управления. В частности, в окружении школ Нарьинмара и поселка Искатели традиционное дежурство будут вести 36 сотрудников ГИБДД. Кроме того, с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, в первые дни нового учебного года на улицах будет организовано усиленное патрулирование нарядов окружной дорожной инспекции. Сотрудники полиции напоминают окружным водителям об особом внимании на дорогах в связи с началом нового учебного года и предупреждают об административной и уголовной ответственности за совершение водителями грубых правонарушений, в том числе и таких, как вождение в нетрезвом виде. Связь как воздух. Пока она есть, мы ее не замечаем. Так шутят про свою работу связисты Ростелекома в Республике Коми. Они не понаслышке знают, каково обеспечивать связь в условиях севера, когда приходится работать при минус 30 градусах и надоедливом гнусе. Такой режим необходим для бесперебойного обеспечения жителей Республики Коми, Архангельской области и Ненинского округа с красным интернетом, качественной связью и цифровым телевидением. О том, как ликвидировать телекоммуникационные аварии в Коми-филиале Ростелекома журналистам в Северо-Западе рассказали на специальном пресс-туре. Непростая связь на севере. Репортаж Валентина Чибичек. На пересечении двух населённых пунктов Ясных и Нювчим при проведении земельных работ эскаватор повредил оптоволоконный кабель. Несколько населённых пунктов остались без интернета и связи. Такого рода аварии на территории Коми случаются нередко. Коммуникационные кабели тянутся по всей территории Республики, обеспечивая связью даже самые отдалённые поселения. На ликвидацию ЧП выезжает аварийно-восстановительная бригада, которой ещё предстоит определить, в каком месте порван кабель. В этот раз искать место повреждения не пришлось. Учения проводились на подготовительном участке. Уже через полчаса после объявления аварии выехали две машины. На борту – группа специалистов из 4-5 человек и необходимое оборудование. От лопаты до аппарата для спайки оптоволокна. От обстоятельств, во-первых, во-вторых, от самого кабеля. В среднем где-то 10 часов. Это полностью с момента объявления аварии. То есть в эти 10 часов входит измерение, обнаружение самого обрыва, подготовка кабеля, раскопка его на… Ну и, соответственно, сварка его на… Монтажом занимаются кабельщики-спайщики 7-го и 8-го разрядов. Самые высокие категории в должностной квалификации. Ростелеком обучает своих сотрудников на курсах Волокде, Архангельске и Самаре. Высокая квалификация позволяет выполнять тонкую и точную работу. Диаметр стеклянных трубок, которые находятся внутри кабеля и отвечают за передачу информации, составляет тысячные доли миллиметра. Вот эти сами волокна уже. Они ещё покрыты защитным лаком. Воссоединение разорванных стеклянных трубочек – главный этап монтажных работ. Спайка проводится на японском оборудовании прямо в полевых условиях. Спаянные трубки в оболочке помещают в муфту – специальный чехол для защиты кабеля от повреждений. Отремонтированный кабель закапывают на глубину более метра. Так связисты пытаются предотвратить его повреждения. Тем не менее, дорожники каждый год снова и снова наступают на одни и те же грабли. Могут случайно, могут по согласованию, могут по каким-то причинам проводить работу техники и повредить кабель. В этом плане проводится с ними сейчас работа, предупреждения выписываются. Ставится в известность о том, что на участках дорог лежат кабели, сверка ежегодно проводится. Быть готовым к любым ситуациям стремятся в каждом из 19 аварийно-восстановительных участков. Они расположены в тех районах республики, где проходят оптоволоконные кабели. Если авария серьёзная, к работам подключаются государственные службы. Так случилось в 2012 году в Усть-Целёмском районе в 23 километрах от села Окунев-Нос. Во время осеннего ледохода торосы порвали магистральный кабель, обеспечивающий связью Ненецкий округ. Благодаря подключению авиации и МЧС, связистам удалось восстановить оборванную линию передач на две недели раньше. У нас в каждом линейно-техническом участке есть инспектор по охранно-предупредительной работе, который занимается тем, что осуществляет объезд не реже, чем один раз в месяц закреплённых за ним участков кабеля, знает, где у него возможны подмывы этого кабеля, следит за тем, чтобы не проводились несанкционированные раскопки, и, соответственно, приводит соответствующие беседы со всеми организациями. Сегодня техническим обеспечением оптических линий связи в КОМИ-филиале Ростелекома занимаются 850 человек. Благодаря им каждый житель Республики КОМИ, Архангельской области и Ненецкого округа имеет доступ к скоростному интернету, качественной связи и цифровому телевидению. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Преступления с использованием современной технологии. Как победить кибермошенников сегодня обсудили в прокуратуре Ненецкого округа. Там прошло межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов Ненецкого округа по борьбе с преступностью. Кто, а главное, как воруют наши деньги, смотрите в следующем материале. В Ненецком автономном округе, как и в других субъектах Российской Федерации, получило значительное распространение совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств у банков, кредитных организаций и физических лиц, совершаемых с применением высоких технологий и вредоносных программ. В Ненецком округе наиболее распространенный характер носит хищение денежных средств с банковских счетов. В минувшем году преступлений в подобной категории было выявлено 109, в текущем уже более 150, что свидетельствует о динамичном увеличении. В настоящее время причиненный ущерб от таких преступлений превышает 3 миллиона рублей. Раскрываемость практически отсутствует. За 2015 и первый квартал 2016 года раскрыто всего одно уголовное дело. К таким преступлениям можно отнести интернет-предложения товаров и услуг по низким ценам, вирусные программы, позволяющие дистанционно управлять банковскими счетами и атака персональных компьютеров с последующей блокировкой. Только в первом полугодии 2016 года в управлении Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу зарегистрировано 48 случаев мошенничества и 25 краж денежных средств с банковских счетов, также 86 иных преступлений, совершение которых было непосредственно связано с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Для того, чтобы завладеть вашими средствами, мошенники придумывают разные методы. Например, предлагают оплатить несуществующий товар или услугу, перевести деньги попавшему в беду родственнику и многое другое. Подобные преступления, отмечают правоохранители, раскрыть сложно, ведь преступники находятся далеко за пределами округа. Елена Семеновичева, Влад Носкин, Телеканал «Север». Доступная среда расширяет границы. В Ненецкому округе 88 миллионов рублей будет затрачено в течение нескольких лет на обеспечение пандусами, поручнями, противоскользящими покрытиями и другими необходимыми предметами объектов социального значения. Накопительная часть пенсии вновь будет заморожена в 2017 году. В этом году об этом заявила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. Накопительную часть заморозят, так как трансфер пенсионному фонду не закладывается в проект бюджета. В начале июля российская трехсторонняя комиссия утвердила проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017-2019 годы. Он составлен исходя из того, что весь объем тарифа страхового взноса будет направлен на страховую часть пенсии. Формирование пенсионных накоплений в 2017-2019 годах не предусмотрено. Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были направлены на текущие выплаты пенсионерам в 2014 году. Затем заморозка накопительной части пенсии была продлена на 2015-2016 годы. Инвалиды и маломобильные группы населения оценят доступную среду в регионе. Речь идет об оценке качества оборудования приоритетных объектов социального обслуживания, здравоохранения и образования пандусами, поручнями, противоскользящими покрытиями и другими необходимыми предметами. Такое предложение озвучили на Координационном совете по делам ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста. Здравоохранение, социальная защита населения, культура, образование, физическая культура и спорт, информация и связь – это отрасли, в которые в 2016 году были направлены средства на реализацию программы «Доступная среда». Общий объем средств составил порядка 21 миллиона 900 тысяч рублей. Самая большая работа по созданию доступной среды ведется на объектах здравоохранения. В эту сферу направлено более 8,5 миллионов рублей. Более 3,5 миллионов рублей получил окружной противотуберкулезный диспансер. Поставлено оборудование для маломобильных групп населения, 14 наименований. Я не буду засчитывать, приложение есть. Это и антивандальные кнопки, универсальные кнопки панели вызов, поручни для санузлов, раковин. В общем, 14 наименований оборудования для маломобильных групп населения. В диспансерии выполнены работы по устройству пристройки с навесом падуса в зданию амбулаторного отделения. В настоящее время работы продолжаются, будут закончены в начале сентября. Кроме того, пандусами оборудовали взрослое и детское отделение диспансера. Будет создана палата для маломобильных групп населения с подъемником в здание взрослого отделения. Это далеко не полный перечень работ. Адаптируют для доступной среды и здание Нинецкой окружной больницы. В октябре у главного входа в здание появится пандус. Туалетные комнаты третьего этажа оборудуют поручнями. Более трех миллионов направят на адаптацию здания Центральной районной поликлиники Заполярного района. В частности, на эти средства будет создана пристройка с обустройством доступной среды, поручнями, пандусами и другими необходимыми предметами. Все эти работы должны быть проведены до конца года, а к 1 января 2017-го все приоритетные объекты должны получить паспорта доступности. Большая работа по реализации программы «Доступная среда» ведется и в других сферах. По словам руководителя Департамента здравоохранения Нины Эльси Мяшкиной, в этом процессе очень важна обратная связь. Каждый объект однозначно должен быть отработан с обществом инвалидов, чтобы он был востребован. И у меня предложение по этому вопросу еще провести анкетирование инвалидов все-таки удовлетворенностью тем, что сделано по доступной среде. Сегодня в регионе уже разработан проект государственной программы «Доступная среда» на 2017-2020 годы. Идут согласовательные процедуры. Общий объем финансового обеспечения на 4 года составляет более 88 миллионов рублей. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу. Улица Ленина, дом 25А. Телефон 2-17-17. Людей, живущих в сельской местности и имеющих подсобное хозяйство, фермеров, участников садоводческих и дачных сообществ, а также трудящихся в аграрном секторе, в этом году объединила Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она прошла с 1 июля по 15 августа. Полевой этап масштабного мероприятия уже завершен. Сейчас идет большая работа по обработке данных. Уже переписали. В этом году к сбору сведений было привлечено более 40 тысяч переписчиков. Из них 15 человек работали в Ненецком округе. Их работа уже завершена. Эстафету приняли сотрудники Росстата. Уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной переписи в Ненецком округе Надежда Чупрова говорит, что сейчас у них работы как сезон урожая. Перепись с 1 по 15 августа, она закончилась только для переписчиков. Сейчас мы приступили к основной работе. Это подсчет всех данных, которые поступили к нам в территориальный орган. Хочу подчеркнуть, что многие звонят и спрашивают, ну как результат переписи, что там, какие итоги. Итоги пока еще не подводятся. Вот эти вот переписные листы поступают к нам в Ненецкий стад, и мы их упаковываем вот в такие пачки. Такие плотные пачки нужны для защиты переписного листа от повреждений. Потому что переписной лист – это машинно читаемый документ, его будет читать машина, и поэтому повреждения нельзя, чтобы он повреждался. После того, как сформируются пачки, их упакуют в лотки и отправят в Архангельск. И там уже будут эти листы считать машина. И только потом, когда это все поступит в Москву, будут известны результаты сельскохозяйственной переписи. Первые предварительные итоги масштабной переписи будут известны в конце 2017 года, окончательные – в четвертом квартале 2018-го. Результаты сельскохозяйственной переписи будут иметь важное значение для разработки эффективной агропромышленной политики, позволят составить максимально верный прогноз развития данной отрасли и скорректировать программу финансовой помощи производителям. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 13 предприятий агропромышленного комплекса заявили об участии в осенней сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень». Сегодня в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК завершился прием заявок от участников. Мероприятие, на котором предприятие и хозяйство агропромышленного сектора Ниньского округа представят свою продукцию, пройдет в первую субботу сентября в Нарьинмаре. Места для торговли предоставляются без взымания платы. Возможность принять участие в ярмарке будет предоставлена всем сельхозпроизводителям Ниньского округа. На сегодняшний день о намерении участвовать в осенней торговле выходного дня сообщили аграрии из Нарьинмара, поселков Красное, Искателей, села Великовисочное. Всего 13 организаций. На временных прилавках будет предоставлена местная рыба, хлебобулочные изделия, мясо, молоко, яйца. Впервые участие в региональной сельхозярмарке примет организация с Юга России. Крестьянско-фермерское хозяйство из Ставрополя в ближайшее время направит в Нарьинмар грузовой автомобиль, заполненный продукцией собственного производства, в том числе с соленьями и салом. Напомню, ярмарка «Золотая осень» пройдет 3 сентября на площади Мара Цей с 11 до 16 часов. В этот же день будет организовано празднование Дня города Нарьинмара. Продолжение следует...